Программа повышения квалификации «Социальный координатор». Приемная кампания 2023. Образовательная программа по предпринимательству в КФУ. Всем привет! В эфире Универньюс, а в студии Максим Мартынов. В стенах Казанского федерального университета стартовала программа повышения квалификации «Социальный координатор». О мероприятии расскажет Амира Ахтямов. В Институте управления экономики и финансов Казанского федерального университета стартовало мероприятие, посвященное социальному координированию граждан Российской Федерации. Со вступительным словом выступила заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева. В своей речи она озвучила обращение ко всем социальным координаторам Раиса Республики Татарстан Рустама Мениханова. Именно вы, социальные координаторы, будете находиться на главном рубеже работы Государственного фонда «Защитники Отечества». Сегодня наши земляки рискуют своей жизнью, защищают безопасность страны. Они должны быть уверены, что мы их ценим и сделаем для них все возможное для адаптации по возвращению. Социальный координатор – это профессионал, который выстраивает маршрут умной помощи человеку и его родным в трудной ситуации, привлекая необходимые для этого ресурсы. Важно организовать работу в плотной связке с Комитетом Семей Уманов Отечества, волонтерами, ОНФ, социальными некоммерческими организациями и другими организациями, а также обмениваться опытом и лучшими практиками между собой и коллегами из других филиалов. Как заявила Лейла Фазлеева, задача координаторов – окружить заботой и вниманием каждого ветерана и семью погибшего, также обеспечить их всем необходимым, начиная медицинской, палеотивной помощью и заканчивая трудоустройством граждан республики. Нельзя не упомянуть, что площадку для проведения данного мероприятия предоставило руководство Казанского федерального университета. Амир Ахтямов, Парит Захидаглы, Универньюс. В Институте социально-философских наук и массовой коммуникации прошла встреча абитуриентов и представителей приемной комиссии, где поступающие смогут получить ответы на все свои вопросы. О том, как прошла встреча и какие трудности могут возникнуть у будущих студентов в 2023 году, расскажем в следующем сюжете. Поступление – это не просто самый напряженный момент в жизни любого человека, окончившего школу, но и самый ответственный. Ведь на этом этапе многое зависит от самих абитуриентов. Чтобы не оказаться в сложной ситуации и превратить монотонный процесс ожидания в незабываемый опыт, на площадке проекта КФУ Life в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации состоялась встреча с представителем приемной комиссии Казанского федерального университета, где будущие студенты, а также их родители смогли задать вопросы, касающиеся поступления в ВУЗ. Кроме того, на встречу также были приглашены выпускники Казанского федерального университета Булат Ханов, Регина Фасхеева и Айнур Елилов. В целом, наверное, такая встреча больше профориенционная для того, чтобы ребята, которые планируют поступление и в дальнейшем уже задумались о своем профессиональном развитии, смогли получить информацию от представителей ВУЗа и от гостей ВУЗа, которые смогут, можно сказать, в доступном и удобном формате донести это до абитуриентов, возможно, уже до студентов, кто будет просматривать наш сегодняшний фильм. В этом году приемная кампания Казанского федерального университета не удивляет абитуриентов глобальными изменениями. Однако нововведения все же есть. Поступление будет происходить в одну волну, а не как раньше в несколько. Кроме того, инновации коснулись и способа подачи документов. В этом году будущим студентам необходимо будет правильно расставить приоритеты при выборе ВУЗа и направления, основываясь на которых абитуриенты и будут зачислены. В рамках этой приемной кампании это поступление в одну волну, это предоставление оригинала документа в ВУЗ, если документы подаются очно, либо через систему ВУЗа. Если документы подаются через систему государственных услуг, через сервис поступив ВУЗ онлайн, то оригинал документа ставится в виде отметки через личный кабинет. Ну и, соответственно, это самый важный момент, это система приоритализации. Абитуриент при выборе направлений должен расставить приоритеты, в рамках которых он планирует быть зачисленным, и тем самым приемная кампания ВУЗа будет его и зачислять. Несмотря на особенности и сложности приемной кампании, переживать все же не стоит. Главное – это правильно выбрать направление, основываясь на своих планах и мечтах. Вся основная информация находится на сайте Казанского федерального университета в разделе «Приемная комиссия», где каждый абитуриент сможет найти для себя ответы на нужные вопросы. Елизавета Газизянова, Фарид Захитагле, Универньюз. В Казанском федеральном университете для студентов разрабатывается специальная образовательная программа по предпринимательству и управлению проектами. Всем нам пришлось в свое время пройти этот непростой этап в жизни – окончание школы и поступление в университет. Тот самый период, когда ты еще не совсем уверен, в каком направлении хочешь двигаться. Часто не хватает наставника, который помог бы определиться, к чему лежит душа. Благо, в наше время появляются различные курсы, направленные на самоопределение и развитие профессиональных навыков в самых разных сферах. Такая образовательная программа в скором времени появится и в Казанском федеральном университете. Мы определили четыре траектории сейчас. Это бизнес, то есть выпускник может себя определить в одну из четырех. Это бизнес, это социальная какая-то история, третье – это образование, четвертое – это политика. И очень рад, что уже сейчас есть выпускники, достойные классные ребята, которые нашли себя в каждой из этих четырех направлений. У нас есть депутаты от городской думы разных городов до Государственной думы. Начало образовательной программы планируется в сентябре этого года. У некоторых образовательных направлений Института физики появится специальная пометка – капитаны. Для поступления на такие программы обучения, кроме ЕГЭ, ничего не нужно. С абитуриентом проведут лишь небольшое собеседование и знакомство. В ходе обучения студенты повысят уровень soft skills – умение работать в команде, вести переговоры и публичные выступления. Эти навыки они также смогут применить на практике. Есть помимо университетского диплома гособразца, есть еще сертификат от благотворительного фонда с перечнем компетенций, которые человек приобрел за время обучения. Но мы больше заостряем внимание не на корочках, не на том, какие бумажечки человек вынесет с собой из университета, а о том, какие компетенции, какой опыт он вынесет и какой опыт он может показать работодателю либо своим партнерам, с которыми он создает проект. Для студентов, которые узнали о капитанах уже на старших курсах, существует альтернатива – программа «Я в деле». В нее может попасть действующий студент любого направления. Она более интенсивная, но со студентами также будут работать эксперты и наставники. Обучение по программе бесплатное. Альбина Галлямова, Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюс. 13 мая в Институте фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета прошел биологический турнир, где участники продемонстрировали свои фундаментальные знания в области биологии. Подробности смотрите в сюжете. Биотурнир – студенческое командное соревнование по решению современных научных задач. Цель проведения – профессиональная ориентация выпускников вузов и привлечение студентов к решению реально существующих проблем. Турнир проходил в формате дебатов. Участники дискутировали над определенной темой и отвечали на вопросы оппонента. Биотурнир – это командное соревнование ребят, которые заранее готовят задачи на какие-то биологические тематики, например, биотехнологические или связанные с фундаментальными проблемами биологии. Оценивают ребят, эксперты, которые являются либо учеными, либо какими-то представителями компаний. Они смотрят на то, как ребята решили, собственно, сами задачи о том, как они представили, насколько проработан материал. К участию в биотурнире были приглашены студенты в высших учебных заведениях из различных городов России. В научном бое участвовали три команды. Остальные были наблюдателями. В каждой команде был капитан, распределяющий остальные роли. Наша команда первый раз участвует в подобных турнирах. Это было очень интересное для нас испытание, и моральное, и физическое, и испытание наших умственных способностей. Мы, конечно, использовали научные статьи. В биотурнире было шесть задач на абсолютно разные темы, начиная от физиологии, заканчивая удобрениями. И необходимо было найти самое верное и правильное решение. Мы использовали научные статьи и некоторые источники. И также нам в некоторых задачах помогали наши преподаватели, за что мы им очень благодарны. Победителем стала команда Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова. Второе место занял Уфимский университет науки и технологий. Почетное третье – Казанский федеральный университет. Победители будут представлять свои учебные заведения на турнире в Пущино. Тимур Симонов, Карина Саяхова, Александр Кузнецов. Универ Нью. В культурно-спортивном комплексе Уникс Казанского федерального университета состоялся галоконцерт «Студенческая весна-2023». Подробнее о ежегодном фестивале расскажем далее в сюжете. Республиканская студенческая весна уже много-много десятилетий шагает по вузам Республики Татарстан. Сегодня мы увидели, какое огромное количество талантливых ребят проявляют себя и на этой сцене, и на сцене вузов нашей республики. Студенческая весна – традиционно большое событие для всех студентов. В этом году галоконцерт прошел в культурно-спортивном комплексе Казанского федерального университета Уникс, где были представлены номера творческих коллективов разных вузов. Студенты удивляли вокалом, хореографией и актерским мастерством, что позволило им проявить свои таланты. Победители фестиваля представят республику на всероссийском конкурсе в Перми, который пройдет в конце мая-начале июня. Показ программы концерта начался с театральных представлений. Также были представлены номера по направлениям вокал, хореография, инструментальная, медиа, видео, арт и другим. Первыми были студенты Казанского национального исследовательского технологического университета с рисовкой о жизни офисного работника, который вспоминает свои студенческие годы и осознает ошибки. Во второй половине программы выступали творческие коллективы вузов, а после проходило награждение призеров и победителей фестиваля. По результатам общего зачета первое место занял Казанский федеральный университет, второе место ушло Казанскому государственному энергетическому университету и на третьем месте расположился Казанский национальный исследовательский технический университет. Гран-при взял Казанский национальный исследовательский технологический университет. Вообще хотел бы сказать огромное спасибо тем ребятам, которые прямо сейчас выходили из-за кулис и прямо сейчас стоят сзади. Но на самом деле они всегда впереди. И вот хочется сказать им большое спасибо за их колоссальный труд. Это месяцы репетиции, это время, это силы, это энергии, это слезы. Поэтому давайте отдадим им дань и поаплодируем этим ребятам за то, что они устроили такой большой по-настоящему праздник. И, конечно, хочется сказать, что проигравших не бывает, и каждый здесь находящийся, он уже победитель. Поэтому, Бигзу Рахмат, большое спасибо. На этом все. В студии был Максим Артынов. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!